Продолжаем. Здравствуй, дорогая моя, многоуважаемая Гулизар. Первым делом прими от меня чистосердечный, пламенный привет с наилучшими пожеланиями. Сегодня текстом такого письма можно крайне удивить. А вот 72 года назад эти долгожданные строки, приходившие с фронта, были вполне привычными. Автор послания Умар Сакуров, адресат его супруга. На почтовой карточке значится обратный адрес Башкирская АССР, город Белорецк. Еще войны не было. Он уехал на действительную военную службу. И, находясь на Украине, началась война. Война для Сакурова началась на Украине. Продолжилась в Белоруссии. Освобождение Минска, затем взятие Кёнигсберга. В послужном списке крупные сражения Великой Отечественной. В копилке наград, которую бережно хранят его потомки, орден Отечественной войны второй степени, медали за победу над Германией, за оборону Киева. Дедушка вспоминал как. При форсировании Днепра, когда он рассказывал, что было так страшно. И многие, естественно, не умели плавать. И вот столько перед его глазами одновременно смерти прошло, что после уже войны он очень долго вспоминал об этом. Воспоминания и фотографии. В семье Сакуровых чтут память о родителях. Сыновья рассказывают, отец всегда был скромным человеком. Самое интересное, они, видимо, в то время не зарегистрировали свой брак. И зарегистрировали свой брак они где-то, наверное, в возрасте 60 лет. Соседательство сейчас есть. Вот такая жизнь у них была. Умара Сакурова не стало в 91-м. Слишком тяжелыми были раны, полученные на фронте. Гулизар прожила на 17 лет дольше. А то фронтовое письмо заканчивается словами. Дорогая моя, любимая Гулизар, спешу узнать вести о вашей жизни. И убедительно прошу с получением всего письма ответить. Нуржан Кубадеева, Игорь Мигулин, Анатолий Дереко. Вести, Кабардино-Балкария.